Всем большой привет! Собрала я косметичку на неделю. Буду пользоваться с 4 по 10 июля. Закрыла окно, потому что у нас рядом стадион и действительно шумно. Постоянно детки, либо дети с родителями. Но пришлось прикрыть. Надеюсь, мы не будем со стадионом мешать вам слышать меня. Давайте посмотрим, что же я взяла. То, что постоянно мелькает, каждую косметичку совсем по-быстрому пробежимся. База остается от Avon. Мы больше с вами смотрим, как она уменьшается. Это база увлажняющая. Совсем чуть-чуть не ее надо. Консилер. Уже из серии «Да чтоб ты кончился». На самом деле не хочет заканчиваться. Осталось совсем чуть-чуть, но он мне нравится. Просто уже как-то хочется что-то другое поменять. Даже косметичку собираешь и думаешь, что сейчас я опять буду показывать одно и то же. Поэтому действительно уже желание чем-то заменить. Но пока работает, пока есть. Корректор остается от Catrice. Пользуюсь. Он очень даже неплохо перекрывает. Давайте венку поищем. Я использую, говорила уже на пигментацию, но на самом деле он очень хорошо перекрывает даже синего. Но плотненький. Можно его и под глазки, но он ложится плотновато. В прохладу можно. Это заявлен консилер. Не корректор, а заявлен консилер. Это я использую как корректор. Тональный крем все еще та же сова. И все так же вроде поблескивает дно. Я совсем чуть-чуть. Я сейчас пользуюсь тональником. Вот просто символически. Так как у меня есть слабо выраженная пигментация, вот ее в принципе я и покрываю. Тонким-тонким слоем, едва-едва дотрагиваясь до лица. Поэтому уходит медленно. Чем я пользуюсь, вдруг уже забыли за два месяца. Вот. От Фаберлик. Здесь осталось еще вот такое количество. Буду так его использовать. Единственное, что я в этот крем, в эту тональную легкую основу добавляю... Как он называется? Это хайлайтер. Блестящий хайлайтер кремовый. Далее. Что у нас дальше идет? Для бровей то же самое остается. Карандаш от Фаберлик. Его использую на постоянной основе. И как пудру все так же, пока не закончится. Вот в этой палетке от Фейс. Здесь и румяна в принципе потихоньку. Знаете, нечто среднее. И румяна, и бронзер. Вот что-то такое. И хайлайтер тут же. Вот как-то вот на щечках очень хорошо поверх румян ложится. А пудра вот она. Прекрасная пудра. Пользуюсь с удовольствием. И у нее есть такой подсвечивающий эффект. Вот. Хайлайтер нет. Наверное, этим... А вообще-то, может быть, и буду пользоваться. Давайте я вам его тоже покажу. Потому что я думаю, что он у меня, возможно, и будет в использовании. Когда не захочется чего-то прямо мега яркого, то вот этот хайлайтер будет работать. Ну, теперь уже такая тяжелая артиллерия для лица. Взяла палетку от NYX. Очень красивая палетка. Я ее использую не только как румяна, но и как тени. Но сейчас взяла именно как румяна. Едва-едва касаясь. Вот я сейчас даже попробую сводчи сделать. Прямо вот едва-едва касаясь. Ну, когда используешь как румяна, вот прям реально мягкой-мягкой кистью. Просто прикоснуться и как следует стряхнуть с кисти все, что вы прикоснулись. И этого будет мега достаточно. Лучше, конечно, смотрится на глазках. Потому что на глазках уже не переживаешь, что ты там что-то переборщишь. Вот такая вот яркая-яркая палетка. Она как новая. Мне кажется, ее даже если одну целый год тереть. И на глаза, и на лицо, и на все на свете. В любом случае получится так, что она все будет целой. Кран не дозакрыли. И слышу, что все капает и капает. Все, закрыла. Так, сейчас я возьму салфеточки. Руки стирать. Я их приготовила, но не вынула. Далее. Ой, хотела с пальцев только. А стерла свотч. Ну ладно. Стерла так стерла. Самая яркая такая и главная палетка на неделю будет палеточка от Диваж. Здесь в основном соло будет основное. Это вот скульптор. Если будет румяна, те не захочется с опаской наносить, то вот эта палетка будет как бы основная в использовании. Ну вот вместе с фейс, конечно. Потому что они обе такие не переборщишь. Ну конечно, при желании-то можно и им переборщить, если ушли прямо ляпать, наслаивая. И для красоты взяла, если захочется. Не знаю, на глазах, на щеках где буду использовать. Ну вот мне очень нравится вот эта вот красоточка. Тоже едва обычно касаешься и использовала. Вот эти вот румяна я использовала на глазки. Очень красиво, как тени оба цвета ложатся. В этот раз не знаю, буду ли на лицо, но на глазки точно поношу. Взяла хайлайтер от Catrice. Мне он очень нравится тем, что у него сиреневый такой отлив. И я буду делать макияж, когда сиреневый. Мне нравится этот хайлайтер использовать. Смотрите, он прямо как гладь водная. Бронзер взяла Physician Formula. Не часто я его использую. Он такой прямо в желтинку уходит. Но тоже решила. Его пока сейчас сама жара. Пока лицо загорело, оно смотрится очень естественно. И соскучилась. Забыла совсем в этом году взять от Faberlic. Тоже такой бронзер-хайлайтер. Когда я в 2017 году загорала на юге, и прямо лицо было конкретно загоревшее, я этот хайлайтер использовала как хайлайтер. Использовала на все лицо. Вот такой был прямо загар. Сейчас нет. Только как бронзер. Затемнить. Придать как бы вот этому загару более красивый вид. По скулам. Ну там, где нужно затемнить. В общем, на лице. Пока лето буду так. Развлекаться такими яркими красками. Далее. Что я беру? Для глаз взяла краску. Карандаши. Стандартный. Никс. Вот этот фиолетовый. Тени карандаш. Он в обязательном порядке. И в эту неделю, я не знаю, буду ли я делать все макияжи с зеленью или нет, но я решила, что фиолетовый или макияж у меня будет, там может быть коричневый. Я хочу добавлять зелени прямо вот всю неделю. Взяла карандаш. Вот такой тени карандаш. От Эйвон. Следующий взяла карандашик. 218. Это у нас Сакара. Какие-то по ресничному краю, по нижнему. Какие-то буду просто добавлять наверху глазки. По верхнему ресничному краю. Вот этот только по нижнему. Он такой бледный. Это Катрис, по-моему. Он выдвигается, но он прямо вот очень светленький. Только дает такой перламутр серебряный и с небольшой зеленым оттенком. Максим, пусти Люсю, пожалуйста. И последнее, что я взяла, это Эйвон тоже. Прямо конкретная зелень. Он самый темненький и можно уже делать стрелочку именно ей. Так что у меня будет прямо зеленая неделя такая. Вот один фиолетовый будет все это дело скрашивать. Далее тени. А вот тени я взяла, знаете как? Как базу Smashbox. Мне кто-то из девочек написал в Project Pain, что, Света, желаю хоть в одном оттенке дойти до донышка. И я решила на постоянной основе пока под рукой подержать эту палетку, чтобы стал видимый расход. Поэтому я ее не буду показывать дальше. Вот в течение июля каждый раз. Как вот я вам однушки не буду показывать. А они у меня остались под рукой. Но вот как база у меня вот эти два продукта будет обязательно работать. И вот эти вот три тоже обязательно. Может быть и остальные будут. Но не знаю. Но вот как-то вот больше обратила внимание вот на то, что вам сейчас показываю. Вот. Это то, что мне очень хочется выгулить. Прямо вот. И гулять, и гулять. Хотя там розовый тоже ничего. Но я беру вот такую палетку iMagic. Имишка мне ее дарила. Из пензы. Так. Тут такое буйство красок. Как же мне ее вам показать? Давайте вот так. Вот. Посмотрите. Тут можно сказать четыре полноразмерные такие палетки. Но здесь можно, опять же, обратить внимание. Вот этого вот последнего коричневого нет. Но есть сиреневый, есть и зелень. Есть прямо много всего, чего тут есть. И давайте я вам покажу сводчи. Но я не буду делать все подряд. Только более яркие, вот которые акценты. Ну, может быть, матовые те, которые достойны быть сводчем. Ой, промахнулась, смотрите. Прям наехала. Так. Вот этот красный даже с пальца не стирается. Смотрите, палец остался красным. Но я его на глаза не наносила ни разу. Давайте вот этот посмотрим. Вот этот. Из этого ряда, ну, можно вот, желтенький еще. Вау. Ну, в общем, гулять буду от всей души. Так. Иринке спасибо, конечно, за такой подарок. Щедрый и красивый. В прошлом летом. Очень эта палетка у меня была в использовании. В постоянном. Давайте вот этим пальцем еще пошарим. Она прям восхитительная. Очень хорошо, легко передаются вот эти шиммерные все тени. И достаточно яркие, беспроблемные матовые тени. Матовые немножко крошатся, но не критично. Далее. Вот этот вот. Люблю. А вот этот, по-моему, бледноватый. На глаза передается, если я ничего не путаю. А нет, все замечательно путаю. С другой палеткой путаю. Посмотрите, какая красота. Видно, что в сиреневых-то я тут уже прямо конкретно гуляю. Чаще других использую. Так. И поматываем немножко пробежаться. Вот. Вот такая красота. Это сказочная красота. Можно на все лето взять. Базовую еще. Потому что здесь, как база, я почему и взяла ту палеточку еще. Здесь только вот один светлый оттенок. И, в принципе, только теплые, вот, матовые. А там вот холодненькие матовые было. Холодненькие уже подходят, ну, больше как бы. Ну, хотя и тут и под теплые все подходит. Так что будет у меня такая красотка в использовании меня радовать. И у нас с вами остаются средства для губ. Давайте вот эту я сотру. Видите, она вписывается. Вот этот темненький вписывается, вот этот золотой вписывается. Здесь таких нет. Потому что они более нейтральные такие, холодненькие. А тут вот в основном все тепленькое. Поэтому решила взять все-таки две палетки. Если устаешь хотя бы один макияж, все равно надо будет сделать смешбокс. Для губ в этот раз взяла аж два карандаша. Я вам говорила, что на каждую неделю буду брать по карандашу. Почему два? Потому что вот этот перламутровый. Я его не захотела один брать на всю неделю. Он розовенький, перламутровый. Но мне его хочется все равно потихонечку, пока лето использовать. Но один нет. Многовато. 81 оттенок у меня такой. В пустые баночки я ушел один. И еще есть один. Только в другом номере. Вот 81. Буду использовать его. Блески для губ только будет сова. Хочу вот этим блеском активно пользоваться. У него такой аромат. Потрясающий аромат. Блеск будет вот этот один. Не знаю, как я буду с ним одним справляться. Не знаю, буду ли я использовать помады. Свотчи я не буду сейчас делать. Потому что его на свотче не видно. Но на губах он дает и блеск. И он такой достаточно плотненький. И на любую помаду, особенно матовую, ложится очень хорошо. Нравится мне эта сова. Из старенького, из Project Pen взяла только Avon Luxe. Пускай хотя бы одна из проекта будет со мной. И все от Avon. Рискнула матовые взять пару помад. Не знаю, воспользуюсь я в жару ими или нет. Но взяла вот эта. Она немножко пластилиновая. Но все равно с ней можно подружиться. Но я дружусь с ней крайне редко. Вот из-за ее не очень вида. А эта тоже матовая, но она идет с перламутром. Уже они отличаются. Видите, у них разные вот эти насадочки, колечки. Вот. Она такая. Не с перламутром, а она как называется-то? Металлика, в общем. Она такая матовая. И матовая металлическая. Далее взяла вот фиолетовый, тоже красивый, такой футляр. Я не все показываю названия, потому что некоторые, мне кажется, уже сняты с производства. Во-вторых, я не знаю. Сверху я вам показываю, снизу. Можешь, наверное, ногами. Вот. Красивый очень оттенок. Взяла его. Тоже, мне кажется, какой-то призматик. Самая обыкновенная ультра. Марина, мне кажется, дарила как раз эту помадку. Название. Вот у этих последних очень красивый срез красивой грани. Прямо сама нежность на каждый день подходит. Помада, как всегда, на выбор набрала нюдовая помадка. Но она в линейке нюд, но такая больше, как в персик уходит. Вот. Такая. Это я для рыженьких макияжей сделала. И кремовая легенда. Как правильно-то она. Новенькие у них. Ну, какие они уже новенькие? Уже не сильно новенькие. У меня все новенькие, кажется. Уже после них столько новеньких вышло. И на разбавочку две помады. Топпер от Мак остается. Украшалочка. Он у меня всегда под рукой. Даже если не показываю. И также всегда под рукой от Литуаль. Я ее всегда перемешиваю, потому что уже все тут собираю со дна. И мне хочется ее доиспользовать уже. Потому что все, остаточки. Чтобы в пустые баночки попало. Поэтому взяла ее тоже. Вот. Вот такая вот баррикада помадная получилась. С удовольствием буду использовать тени. Именно эту палетку. Соскучилась. Прям вспоминала про нее. Ну, и я думаю, все тут с удовольствием у меня пойдет. Очень надеюсь, что будет до пустых баночек доходить. Потому что у меня пустые баночки крайне редко появляются. Ну, и я по ним скучаю на самом деле. Вот. Давайте еще разок мы с вами посмотрим, что я взяла. Вот такая красота для губ. Тоже всех цветов. Ну, может темных совсем не стала брать. Так лето. Зачем темноту мы носить? Летом надо сверкать. Ну, и блеск у меня обязательно будет в сове. Туши не стала показывать. Все то же самое. Не буду базу вам показывать. Туши у меня вот эти три на постоянной основе. Чаще всего использую вот эту смешбокс. Мне хочется ее закончить. Но она вообще не хочет. Она прям как новенькая, как свеженькая уже несколько месяцев. Вообще ничего не делается. Все прекрасно. Также использую вот эту елочку. Неплохо работает. И то же самое могу сказать про мебелин. Все свежие чпокают, чмокают. Поэтому думаю, что я ими буду еще пользоваться и пользоваться. Но и они такие красивые. Поэтому не спешу поменять, если все работает. Водостойкой не пользуюсь. Ни дождей нет, ни снегов нет, ни плаваю. Поэтому водостойкую даже не использую. Вот соберусь, если плавать, тогда да, будет водостойкой от Эйвен. Все, девочки. До 10-го числа я вам все показала. Уже встретимся. Число 11-го. Покажу следующую косметичку. Что же я выбрала. Всем прекрасного настроения. И всем пока-пока.